Всем привет! С вами Влад из Face. Мы решили записать серию видеоблогов с ответами на самые часто задаваемые вопросы. И самый частый вопрос, как бы вы думали, сколько стоит пневма на мою машину, будь то немцы, японцы или же корейцы. Так что сегодня я расскажу, какие компоненты входят в комплект для пневмоподвески. Поехали! Так, первое. Это управление. Для каждой системы вам понадобится управление. И это то, что вы будете видеть у себя в салоне, все время пользоваться этим. То есть управление можно разделить на два типа. Это первое. Ручное управление. То есть это всякие пульты, свитчи, механические кнопки, управление с телефона. То, что не имеет памяти. И как вы уже поняли, второе это контроллеры. Пульты с памятью. То есть у вас есть несколько пресетов. Настраиваете свои ездовые положения. Низкое, среднее, высокое. И выбираете из них какое-то ездовое. Это что касается управления. Вторым пунктом у нас идут стойки. То есть стойки это такая большая тема. Я думаю, ее нужно сразу выделять в отдельную серию. Так что если вы за, у вас колокольчики, лайки, пишите в комментариях. И будем выделять ее в отдельную тему. Просто запомните, что они нужны пока что. Третьим пунктом у нас идет компрессор. Здесь в принципе все достаточно просто. Все самые распространенные бренды нам известны. Идете опять же от более дешевому к более дорогому. И обычно цена соответствует производительности и качеству. То есть начинаем от китайских копий Виэйра, потом Беркуты, потом Виэйры, потом Эрзенит. Четвертым пунктом у нас идет ресивер. Здесь бы я сразу обратил ваше внимание на материал. Берите материал с низкой коррозийностью. Кто не знает, это или не ржавейка, или же алюминий. Это сразу вас убережет от дальнейших проблем с засорением клапанов и ржавчиной во всей системе. Но если бюджета на такие ресиверы нет, то берите обычные стальные ресиверы. Просто придется их менять раз в год. Ну и конечно же хорошенько сушить воздух. Ну и только теперь можно задуматься о дизайне ресивера, его количестве портов, его виде, его внешней форме, диаметре, покраске или же полировке. Пятым пунктом у нас идут клапана. Здесь все тоже достаточно просто. Как минимум хорошие материалы, плюс известный бренд. Это у нас залог успеха. Сразу скажу несколько слов о газовых клапанах. Я категорически не рекомендую их использовать в миосистеме, потому что, первое, они не рассчитаны на работу в пневмоподвеске. Во-вторых, они начинают залипать в самый неподходящий момент. И, блин, остановиться на трассе никто из нас не хочет с опущенной пневмой. Поэтому не экономьте на компонентах, заказывайте проверенные только. То есть все проверенные клапана я просто оставлю в комментариях под видео. Шестой пункт. Я думаю, что можно объединить все трубки, фитинги, влагоотделители, клапаны аварийного сброса и датчики давления. То есть это такая мелочь, которую отдельно рассматривать в принципе нет смысла. Теперь я надеюсь, вам стало понятнее, из каких компонентов состоит пневмоподвеска. И вы сможете самостоятельно зайти на сайт и выбрать те компоненты, которые именно вам нужны. Но если что-то осталось непонятно, пишите обязательно в комментарии. Мы прочитаем все ваши вопросы, выделим самые интересные, запишем на них отдельное видео. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok